Привет, друзья! С вами Фрост и вы смотрите очередной выпуск информационной программы новостей Apple. Сегодня речь пойдет об Apple Pay, подорожании iPhone и многом другом. На этой неделе Apple опубликовала очередной квартальный отчет. Согласно представленной информации, выручка Apple за указанный период выросла на 17%. До 53,3 миллиарда долларов. И продажи устройств тоже выросли. Исключением стали только Mac, уровень продаж которых немного снизился относительно аналогичного периода прошлого года. Apple начала официально менять дисплей iPhone еще в нескольких российских городах. Теперь, кроме Москвы, замену с использованием специального оборудования можно произвести еще в 8 городах разных уголков России. В Москве, где такая возможность уже была, сервисов, предоставляющих подобную услугу, тоже прибавилось. Теперь таких мест 6. Для поиска ближайшего сервиса можно воспользоваться официальным приложением поддержки Apple, доступный в App Store. Apple Pay продолжает расширять свое присутствие на российском рынке. Теперь платежный сервис от Apple получил поддержку еще нескольких банков. Среди них Почта-банк, Всероссийский банк развития регионов и Сургутнефтегазбанк. Воспользоваться сервисом могут клиенты этих банков, если они пользуются iPhone 6 и старше, а также Apple Watch. Программа предварительного тестирования Apple, предлагающая пользователям фирменных устройств компании доступ к бета-версиям будущих обновлений, насчитывает более 4 миллионов участников. Об этом Тин Кук, ген-директор Apple, объявил в ходе отчетной конференции с участием инвесторов, которая состоялась в ночь с 31 июля на 1 августа. В июне мы провели чрезвычайно успешную конференцию разработчиков, которая предваряла выход четырех наших операционных систем — iOS, macOS, watchOS и tvOS, говорил Кук. Пользователи-разработчики крайне тепловосприняли обновления, и на данный момент мы можем говорить о более чем 4 миллионах участников программы тестирования. Ген-директор не стал раскрывать подробности о соотношении бета-тестеров iOS к остальным операционным системам компании. Впрочем, озвученная им цифра вызывает восхищение, даже если речь идет не только об участниках программы публичного бета-тестирования, но и о пользователях, которые были зарегистрированы в качестве разработчиков. Четырех миллиона аудитория пользователей, тестирующих будущее обновление операционных систем Apple на предмет сбоев и недоработок, своим действиями сопутствует их своевременному совершенствованию. Не будь всех этих людей, не исключено, что разработчикам компании пришлось бы исправлять все баги по горячим следам уже после релиза. Apple готовится к тому, что введение импортных пошлей на технику, произведенную в Китае, приведет к удорожанию ее продукции. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на официальное разъяснение, поданной компанией в комиссию по ценам бумагам и биржевой торговли США. Споры в сфере международной торговли могут повлечь введение новых тарифов и других протеционистских мер, которые окажут негативное влияние на деятельность компании, гласит документ. Тарифы могут увеличить стоимость продуктов компании, а также используемого для них производственного сырья. Apple не выделяет конкретных продуктов, цена на которые может вырасти, однако именно это имеет первостепенное значение. Согласно официальной информации, США ввели импортные пошлины в отношении строго определенного перечня продуктов, которые не включают в себя важные для Apple товары. В частности, обложению импортной пошлины подлежат смарт-часы и колонки. Но, к счастью, для Apple и ее клиентов в перечень оказались включены только оригинальные Apple Watch, которые давно сняты с продажи, не затрагивая более новые модели и HomePod, относящиеся к колонкам. В условно доступном iPhone 9 практически наверняка будет присутствовать поддержка двух сим-карт, как и прогнозировали отраслевые аналитики. На это указывается соответствующая отсылка, обнаруженная разработчиком Кильерме Рэмбо в программном ходе 5-й бета-версии iOS 12. Компонент операционной системы, на которой обратил внимание Рэмбо, отвечает за формирование диагностических отчетов о совместимых устройствах и, помимо прочих технических сведений, включает в себя упоминание о второй сим-карте, как таковой и слот для ее установки. Наличие второго слота может говорить о том, что дополнительная сим-карта будет физической, а значит, сможет использоваться во всех странах без исключения, в отличие от встроенной eSIM. Если эта информация получит подтверждение, у Apple есть неплохой шанс установить новый рекорд продаж. Смартфоны с двумя сим-картами пользуются большой популярностью в ряде стран, в том числе и в России. По этой причине многие производители отказались от поставок фирменных смартфонов с одной сим-картой на российский рынок, снабжая его только двухсимочными вариантами. А на этом все. Новости недели подошли к концу. Ждите следующий выпуск ровно через неделю. Пока-пока!